Задание номер 13 из единого государственного экзамена по математике. Расстояние между городами А и Б равно 790 километров. Из города А в город Б выехал первый автомобиль, а через два часа после этого навстречу ему из города Б выехал со скоростью 85 километров в час второй автомобиль. Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 450 километров от города А. Ответ дайте в километрах в час. Покажем на рисунке города А и Б и расстояние между ним по условию равно 790 километров. Итак, город А, город Б. Расстояние между ними нам известно и оно равно 790 километров. Далее. Из города А в город Б выехал первый автомобиль. Обозначим его скорость через V1. Так как именно скорость первого автомобиля нам нужно найти, то удобно обозначить скорость первого через Х. Почему? Потому что обычно то, что нам нужно найти, чаще всего обозначается через Х. То есть, Х километров в час – это скорость первого автомобиля. Далее. Также нам известно, что из города Б через 2 часа после выезда первого автомобиля выехал второй автомобиль. В2. И по условию скорость второго равна 85 километров в час. 85 километров в час. Через какое-то время они встретились. Покажем место встречи. И нам известно, что расстояние от города А до места встречи равно 450 километров. То есть, получается, что от города А до места встречи 450 километров. Теперь запишем ключевое уравнение для решения этой задачи. А именно, нам известно, что первый автомобиль выехал на 2 часа раньше второго. До того, как они встретились. До отправления второго. И потом, через какое-то время, они были в пути. Одно и то же время до момента встречи. То есть, получается, что первый автомобиль был в пути на 2 часа больше второго автомобиля. Это значит, если мы обозначим через Т1 время в пути первого автомобиля, а через Т2 время в пути второго автомобиля, то Т1 минус Т2 равно 2 часа. Почему? Потому что время первого было больше времени второго. Если мы от большего времени вычтем меньше, то будет 2 часа. Далее. Теперь найдем время первого и время второго в пути. Чему равно время первого? Время первого Т1 равно путь первого разделить на скорость первого, на V1. И минус теперь Т2. Т2 это путь второго разделить на скорость второго. Почему? Потому что время равно путь разделить на скорость. И все это равно 2. Далее. Подставим вместо С1 путь первого автомобиля. Первый автомобиль был в пути, проехал 450 километров. То есть, от города А до места встречи. Первый автомобиль проехал 450. Это значит, что С1 равно 450. Подставляем вместо С1 450. 450. И делим на V1. V1 равно X километров в час. Минус С2. Время. Путь. С2 это путь второго автомобиля. Чему равен путь второго? То есть, это расстояние от города Б до места встречи. Оно равно разности. 790. То есть, надо от всего расстояния между А и Б вычесть. Расстояние от города А до места встречи. То есть, 790 минус 450. 790 минус 450. У нас получается 340. Сразу подставим. То есть, получается С2 равно 340 километров. Это значит, что второй автомобиль был в пути 340 километров. И разделить на скорость второго. Скорость второго по условию задачи равна 85 километров. Получается минус 340 разделить на 85. И все это равно 2. То есть, мы подставили С1, С2, В1, В2 вот в эту ключевую формулу, которая получилась из разности времен. Далее. Попробуем из этого уравнения найти Х. Что тогда у нас получается? 450 деленное на Х перепишем. Минус 340 делится на 85. Ну, действительно, два раза по 85 будет 170, да еще 170. Как раз 340. То есть, получается 340 делим на 85. Получается 4. Минус 4 равно 2. В итоге получается 450 разделить на Х равно... Четверку переносим в правую часть со знаком плюс. У нас тогда получается 4 плюс 2. Итого 6. Тогда получаем, что 450 разделить на Х равно 6. Ну, или 6 можно написать как 6 первых. Кому удобно, вот так можно сделать по пропорции, чтобы найти. Теперь по основному свойству пропорции. Произведение крайних равно произведению средних членов пропорции. Получается 6Х равно 450 умножить на 1. То есть, равно 450. Ну, и теперь уже отсюда находим Х. Х равен 450 мы делим на 6. Можно сократить на 3 сначала. Если сокращаем на 3, получается 150 в числителе, а в знаменателе 2. И 150 делим на 2, получаем 75. То есть, получается 75 километров в час. Это скорость первого автомобиля. Именно это число нам и нужно записать в ответ. Пишем ответ. Ответ 75. Задача решена. Продолжение следует...